Седьмой класс, восемнадцатая серия. Деление одночлена на одночлен. При делении одночлена на одночлен сначала выполняется действие деления с числовыми коэффициентами. 16 разделить на 8 будет 2. А затем рассматривается деление степеней с одинаковыми основаниями. А в шестой разделить на А в четвертой – это будет А в квадрате. В в квадрате разделить на В в первой. Это будет В в первой. Единица обычно не записывается, если первая степень. Можно записать с помощью дробной черты и выполнить действие деления, сокращая дробное выражение. Можно сократить на 8. Получится 2. Затем можно сократить на А в четвертой. Получится А в квадрате. И сократить на В. Получится В. Деление многочлена на одночлен. Чтобы разделить многочлен на одночлен, надо каждый член многочлена разделить на этот одночлен и полученные результаты сложить. Давайте рассмотрим на примере. Так, первый член многочлена, вот это первое слагаемое, надо разделить на делитель. Так, 18 разделить на 6 – это будет 3. А в пятой разделить на А в квадрате – А в кубе. В в кубе разделить на В в первой. Это будет В в квадрате. Вот это результат действия деления первого члена многочлена на делитель. Так, теперь рассматривается второй член многочлена. 12 разделить на 6 – это 2. А в кубе разделить на А в квадрате – это будет А в первой. Единица не записывается. В в четвертой разделить на В – это будет В в кубе. Ну, и затем надо выполнить деление третьего члена многочлена. Это будет минус 1. Если коэффициент единица, единица обычно не записывается. А в квадрате – В. Так, первая задача. Выполните деление многочлена на одночлен. Так, ну, давайте выполним деление, начиная с первого члена многочлена. Так, 15 разделить на минус 5 – это будет минус 3. m в шестой разделить на m в первой будет m в пятой. n в квадрате разделить на n в квадрате будет единица. Единица не записывается. Минус 25 разделить на минус 5 – это будет плюс 5. 5 коэффициент плюс 5. Так, m в квадрате на m в первой – это будет m. n в кубе на n в квадрате будет n. Так, плюс 10 разделить на минус 5. Это будет минус 2. Дальше m в квадрате и n в квадрате. Так, вот выполнили действие деления многочлена на одночлен. Вторая задача. Сколько процентов от числа 400 составляет шестая степень числа 2? 2 в шестой – это 64. Если 64 разделить на 400, 64 – 400. Вот такую часть составляет 64 от 400. А чтобы получить ответ в процентах, надо умножить на 100. 100 процентов – это единица, целая. Так, и получаем ответ в процентах. 16 процентов. Третья задача. При каком значении n верно равенство? Давайте немножко упростим. Вот данное равенство. Можно выполнить действие с вот этими степенями. Это степени с одинаковым основанием. При умножении степеней с одинаковыми основаниями, основание остается прежним, а показатели складываются. 2 плюс 3 – это будет 5. Затем можно разделить обе части равенства на одно и то же число, отличное от нуля. Это на 3 в пятой. Тогда равенство принимает следующий вид. Если разделить обе части, левую часть и правую, на 3 в пятой. Получится 3 в четвертой возводится в степень n. Если 3 в 25 разделить на 3 в пятой, показатели вычитаются. Получится 3 в 20. Дальше. Надо вспомнить правила возведения степени в степень. При возведении степени в степень показатели перемножаются. Значит, 3 в степени 4n равняется 3 в 20. При каком значении n равенство верно? Равенство верно в том случае, если 4n равняется 20, то есть n равно 5. Ответ в этой задаче – n равно 5. Продолжение следует...